И снова здравствуйте, это Укрл.ФТВ и мы продолжаем наш предновогодний марафон. Я хочу напомнить, что наш друг и партнер – медицинский центр «Призма» и спонсор канала «Торговая марка Гетман». А у нас в студии Эрик Найман, которого мы очень рады видеть. Я хочу напомнить, что он доктор экономических наук и управляющий партнер компании «Хакс». Эрик, здравствуйте. Добрый день. Эрик, предновогодний марафон ведущим живется легче, потому что главный вопрос всегда один и тот же. Каким будет 2022 год? Давайте с этого и начнем. Очень туманным он будет. Это, наверное, один из самых непредсказуемых годов, которые нас ожидают в следующем, уже очень ближайшем будущем. И сегодня очень простая цифра. Это, например, инвестбанкиры, которых программное обеспечение, большие институты на них работают, ведущие аналитики лучших Гарвардов, Кембриджов и прочего. И сейчас разброс их мнений о том, что будет в следующем году, он максимальный за 10 лет. То есть никто вообще не знает о том, что будет. При том, что вроде бы 2021 год казался таким странным и непонятным. Но вот 2022 год, он действительно самый туманный. Уже хочется спросить, как ежик в тумане, там лошадь. Эрик, ну все равно давайте немножко как-то погрузимся в этот туман или попытаемся разобраться, почему же он такой туманный-то. Вот, и теперь, когда мы оказались в тумане, теперь нужно найти на ощупь кочки, чтобы не провалиться в болото, и нащупать, на что действительно можно опереться, на какое ценное знание. Ну, первое, что понятно, это инфляция, которая накрыла планету и вынуждает центральные банки поднимать процентные ставки, ужесточать монетарную политику, ну, нажимать на педаль тормоза мировой экономики. Национальный банк Украины это делает уже практически весь год. Вот, и гривну он напечатал меньше, чем печатает, меньшим темпом, чем печатает американский центральный банк. То есть вы хотите сказать, что мы тоже себе нормально гривен так печатаем, не только вот американцы виноваты. Чуть-чуть, вообще чуть-чуть. Чуть-чуть. Мы практически не печатаем. Вот этот год, почти не печатаем этот ветер в фоне всего происходящего в мире. И поэтому гривна стабильная. И где-то даже укрепляется. А это, кстати, хорошо или плохо? Извините, что перебиваю, но просто... Скорее плохо, конечно. Скорее, конечно же, плохо. Ну, недостойно Украины сильной гривны. Вот если так вот по справедливости говорить, ну, недостойно. Потому что чем приходится расплачиваться? Безумно высокие цены на недвижимость, на жилье. Люди копили, копили, пришли на рынок недвижимости, а там цены плюс 20, плюс 30 процентов. А гривна сильная? А, интересно. В том числе, потому что гривна сильная. Ну, хотя здесь, конечно, вот Украине повезло. Что происходит? Украину национальный банк, конечно же, ошибается, когда настолько вот резко тормозит украинскую экономику. И, ну, он именно вот нажимает на педаль тормоза. В 2019 году, я напоминаю, за это произошла расплата не только Смолию, ведя его отставки, но и целой экономики. У нас получился экономический спад в самом конце 2019 года, а в бюджете не было денег. Мы тогда обсуждали, по-моему, с вами, что, а чем же будем расплачиваться с пенсионерами и там прочими бюджетниками. Вот в этом году повезло тому же национальному банку, что мировая конъюнктура, ну, просто очень благоприятная была. Цены на сталь, на руду сначала были очень высокими, великолепная металлургия, агропродукция, великолепный урожай, высокие цены, все великолепно. Айтишники, больше 200 тысяч айтишников, где средние зарплаты поражают воображение обычных украинцев. И каждый мечтает отдать своего ребенка в какую-то компьютерную штуку, чтобы тоже обеспечить себе будущее. То есть вот три сектора, которые позволили не заметить вот этого фейла, этой ошибки, которую совершил национальный банк. Но расплата может прийти, конечно же, уже в следующем году за вот это ужесточение монетарное. Например? Ну, будет экономический спад, но здесь такой элемент. Нужно что-то делать с рынком труда. Ситуация этого года, опять же, повторяет 19-й год, то есть 21-й год, повторяет 19-й год в части совершенно перегретого рынка труда. Это не только в Украине, но и, например, в США. А что такое перегретый рынок труда? Это высокие зарплаты. Если вы хотите найти работу, вообще нет проблем. Вы получите просто сходу множество заманчивых предложений. Конечно, не все из них будут поражающими воображение, как айтишники, но тоже вполне себе приемлемыми. Рынок труда этот год показал, что миру грозит скорее дефицит рабочей силы, чем ее недостаток. И когда кто-то говорит, что коронавирус специально изобрели, вот те вот жидомасоны, чтобы сделать человечество на несколько миллиардов меньше, точно не про это, потому что наоборот, сегодня нужны люди мировой экономики, нужна рабочая сила. И вообще, отчасти даже то, что сейчас происходит, если произойдет некое подобие черной чумы, которая была в средневековье, в 1300 с хвостиком годы, 700 лет назад почти, она поразила, прокатилась тоже по планете, но только, наверное, до индейцев не дошла, потому что тогда корабли не ходили, но Азия, Европа была погружена в черную чуму, вымирали города, 25-50%, никто точно даже не знает, но огромное число жителей Европы вымерло, и это и привело к появлению промышленной революции, к появлению Ренессанса, закончилось в средневековье. То есть нужно было сказать спасибо крестьянам той эпохи за то, что они умерли, и позволили выжившим потребовать от феодалов очень высокой заработной платы. Феодалы покумекали, думают, что-то как-то слишком дорого стоит теперь. Крестьяне нужно как-то механизацией заниматься. И потихонечку-потихонечку технологический прогресс раскрутился и привел дальше к промышленной революции. Вот сейчас, если этот коронавирус, ну, по-моему, это одна из тоже опор, что, похоже, коронавирус в следующем году закончится. Мы не забудем о нем. Возможно, какие-то спорадические будут попытки, проявления, потому что, на самом деле, человечество живет с коронавирусом уже не одно столетие, а, может быть, и не одно тысячелетие. Просто вот этот COVID-19 оказался таким страшным. Ну, вот с омикроном, похоже, на этом все рассосется. Но если вдруг, опять же, вспомним уже до масонов, если вдруг считать, что кто-то специально создал коронавирус, чтобы убить миллиарды людей, ну, это глупость, потому что это скорее повредит феодалам современного мира. Потому что сегодня, вот ты смотришь, какой-нибудь Катерпиллер или Дир, который делает комбайны, трактора, а у них забастовки, у них люди не хотят работать, говорят, нет, нам поднимите зарплату на 10%. И не на один год, а вот следующие пять лет вы нам поднимаете зарплату. Ну, ладно, один раз 10%, а потом по 3 и по 5%. И приходится соглашаться, потому что кто-то должен работать на заводах. Поэтому все, что не делается к лучшему, коронавирус помог обычным людям разбогатеть. На самом деле, в 21-м году, в который уходит, разбогатели практически все и владельцы активов. А вы, разве не стали богаче? Нет. А кто-то в Украине разбогател. А вы посчитаете, у вас квартира, наверное, подорожала. Надеюсь, не одна. А может быть, еще есть домик в деревне. Они тоже подорожали. А, то есть вы хотите сказать, что выросла себестоимость, или просто стоимость тех вещей, которые у всех есть? Конечно же, есть одна из проблем, что подорожали и обычные продукты питания, коммунальные услуги, и все подорожало. Но если вы инвестировали, то вы точно заработали. Если вам работодатель не поднимает заработную плату, у вас есть шанс ее потребовать, немножко повысить. Процентов на 15, на 20. И это проблема. Это проблема глобального мира, современного. Очень быстрый рост заработных плат. И центральные банкиры, конечно же, думают, что же с этим сделать. А что нужно с этим сделать? Нажать на тормоз. Сделать немножко всех беднее. Чтобы люди опять начали брать кредиты. А кредит – это лучший способ современного рабства. Элемента рабства. Как еще заставить человека работать? Только навешать его обязательствами. Раньше были обязательства дети. Много детей, и ты работаешь, чтобы прокормить детей, вырастить их. Теперь детей раз-два и обчелся. Кредиты. Ну, правда, сейчас и кредиты тоже уже как-то не сильно помогают, как элемент рабства. Поэтому я думаю, что мы, скорее всего, 9 октября мы отметили первый день рождения Метавселенной. И я очень надеюсь, что через какое-то время мы будем проводить виртуальные встречи в Метавселенной. При этом вы будете находиться в шезлонге где-нибудь на Бали. Я, может быть, буду где-нибудь на Мачу-Пикчу. И мы будем вот так же вот вживую практически общаться. Мне больше нравится в студии. Вживую. Ну, нет повода не выпить, конечно. Эрик, ну давайте дальше продолжим нащупывать кучки, по которым мы будем там как-то выбираться. То есть высокие заработные платы, и в ответ на это, конечно, высокая инфляция. В ответ на это монетарное ужесточение, которое спровоцирует турбулентность, спровоцирует определенные проблемы с долговыми какими-то нюансами. Но Украине, опять же, похоже, везет. И в этой всей турбулентности, скорее всего, Украина опять подорожает. И вот в этом году Украина покажет рекордный ВВП. ВВП на душу населения мне страшно даже представить, потому что, ну, вообще-то за годы независимости, я не знаю такого курса, выше 4000 долларов на человека. А это среднее предполагает среднюю зарплату 400 долларов на человека. Ну, представляете, да, вот что украинцы... Плохо только, конечно, пенсионерам, бюджетникам. То есть много слоев, которые отстают в этой гонке богатства. Но они тоже будут подтягиваться. На что еще можно опираться? В геополитическом плане, конечно, самый большой вопрос – Китай. Рухнет или не рухнет? Ну, вот дефолт этих всяких, вот этой строительной компании. Да, вот Evergrande уже вроде как продефолтил, но это все по-китайски, оно вроде как продефолтил, а может быть и не очень, а может быть рассосется, а может быть вот этим да, а этим нет. А как это продефолтил, рассосется или нет? Непонятно. Ну, нужно же понимать, они строят гигантские объемы недвижимости. И, конечно же, главная задача китайских властей, это чтобы китайцы все-таки получили свои квадратные метры. А вот владельцы облигаций, ну, им можно и простить долг. Поэтому может получиться так, что жители Китая получат свои квадратные метры новопостроенные, а владельцы облигаций, они будут от дефолтины. Поэтому вот такая двуякость, она может, конечно, со всеми девелоперами китайскими произойти. То есть это такое, как ручное регулирование ситуации, да? Или что это? Ну, конечно. Ну, конечно, у них очень жесткая централизованная власть, с одной стороны. С другой стороны, очень много прав на местах. То есть здесь тоже важно понимать, у них достаточно сильные местные власти, но без, вот сегодня как раз, без поддержки государственной, центральной власти, местные власти себя чувствуют менее безопасными. А значит, что? Значит, они идут на поклон центральной власти. А в следующем году у нас, скорее всего, на третий срок пойдет Си Цзиньпин. И, конечно, Дэн Саупин завещал, а это великий реформатор, он действительно, как кормчил, развернул Китай, он сделал Китай богатым, китайцев сделал богатыми. И он завещал, что только два срока должен править китайский правитель. Но Си Цзиньпин его не послушался, как любой правитель хочет править бесконечно. Ну, почти любой. И вот в следующей осенью все идет к тому, что он переизберется. И поэтому, конечно, он ослабляет региональные элиты, ослабляет их, топит, топит. И, ну, чтобы самому переизбраться на следующий двойной, опять же, срок. До выборы в Конгресс и Сенат США, в Верхнюю и Нижнюю Палату. Кресло под Байденом шатается. Люди видят, реально сейчас, если мы говорим в реальных деньгах, реальные доходы населения, не номинальные, реальные доходы американцев, в худшем состоянии за более чем 30 лет. А как это так получилось? Столько денег раздались? Инфляция. Инфляция, сумасшедшая инфляция. И сейчас ты, вот тебе подняли зарплату на 5%, приходишь в магазин, а там цены выросли на 10%. Ну и что толку с этого повышения зарплаты? Поэтому реально то, что произошло в 2021 году, что вроде бы люди стали богаче, но это номинальное богатство. Реальное богатство уровень 1974-1975 год, когда тоже было так очень тяжело, там нефтяной кризис был жесточайший. Сейчас, конечно, ситуация немножко иначе, но уровень реальных доходов населения за последний год упал в США. Конечно же, американцы мстят за это Байдену в виде падения рейтингов и проигрывают демократы везде, где только могут проиграть. И похоже, что Байден в следующем году станет хромой уткой. Этот термин предполагает, что Байден будет президентом, а Конгресс и Сенат будет под республиканцами. Это очень хорошая конфигурация, потому что она... Для кого? Для мира. Это система сдержек и противовесов. Это означает, что не будут они там... Заносить их не будет очень сильно. Налоги там не будут сильно повышать. Короче, не будут страдать всякой ерундой, когда власть в одной партии, моно-большинства, то получается не всегда очень хорошо. Но не всегда. Иногда да, но не в этом случае. Поэтому, конечно же, демократы будут сопротивляться, республиканцы атаковать. Они уже почувствовали эту кровь, демократическую, байденовскую. И будет интересно. Вот эти толчки, это будут толчками, они будут, конечно же, качать, они будут пугать. Мы будем много пугаться в следующем году. Потому что ежик туманит и берешь, подходишь, колется, думаешь, может там совсем что-то плохое, кактус какой-то заразный. Оказывается, нет, это может быть не кактус, может это более приятная елочка какая-нибудь новогодняя. Ну и так далее. То есть год будет такой нервировать, поэтому самое главное в следующем году будет запастись терпением. Он пройдет. 22-й год тоже пройдет. Я думаю, что в основном человечество выживет, ну и все как-то рассосется. И в конечном итоге все-таки мы перейдем в стадию очередного экономического подъема. И Украина станет богаче, и в среднем украинцы тоже станут богаче. Вы прогнозируете экономический кризис в следующем году? Откуда бы он ни пришел, из Штатов или из Китая? Вероятность этого очень маленькая. Китайский кризис, это их проблемы. То есть он никоим образом не отразится на весь мир, если что-то там карточное? Пострадают металлурги. Металлургам будет нехорошо. Но к счастью, сегодня их доля в украинской экономике маленькая. Вот если бы сейчас был 2004 год, или даже 2011 год, то да, нас бы это коснулось и так жестко. Ну правда, наверное, гривна немножко попустится в районе 28,5. Это удивительно. Кстати, если наложить график российского рубля к доллару на график украинской гривны к доллару, они удивительно совпадают. Это очень странно. Они идут в унисон. Создается впечатление, что национальный банк так смотрит. Рубль девальвируется. Ну, наверное, и гривна тоже девальвируется. То есть как-то мы... А может быть просто... Может Россия у нас подсматривает все это дело? А может быть Россия, да. Ну, маловероятно. Потому что слон и моська. Масштабы немножко разные, к сожалению, для Украины. Поэтому, конечно же, для России кризис в Китае будет плохо. А значит, у них рубль девальвируется. А значит, у нас гривна тоже девальвируется. Но не страшно. Вот у нас в бюджете заложили 28,50, 28,60. Ну вот и будем там. И нормально. Это всего 6% девальвация. А ОВГЗ, напомню, 12% гривневые. Поэтому все будут счастливы, довольны. И поэтому, что сейчас делают иностранные инвесторы? Они убегали из гривневых ОВГЗ. А сейчас перестали убегать. Возвращаются? Еще пока очередь не стоит. Но они перестали убегать. И уже начинают посматривать, не пора ли возвращаться. Поэтому, если уж не резиденты начинают верить в Украину, наверное, и нам нужно. Эрик, я хочу вас вернуть к теме реальных доходов. Потому что вы меня сейчас просто убедили, что американцам живется плохо. Потому что хоть и выросли у них там поступления финансовые, но инфляция очень большая. Но ведь и украинцам живется тоже очень плохо. С инфляцией уже на сегодня, я так понимаю, сколько там, 11%. Вот реальные доходы, просто вы сказали, что зарплаты растут, и как бы создается такое впечатление, что, в общем-то, неплохо картина выглядит. Но на самом деле, если посмотреть реально, что происходит, реальные экономики, реальные доходы, то совершенно не складывается такое впечатление, что в Украине все хорошо. Вот как такое происходит? Как такой дисбаланс? Ну, по крайней мере, у меня в голове появляется. Вот помогите разобраться. Конечно же, инфляция у каждого своя. Нет общей инфляции. Вот мы дышим одним воздухом, но, извините, карманы у нас разные. И для состоятельного человека повышение цены молока, да даже в два раза, он этого не замечает. А для бедного это очень серьезно. Поэтому инфляция для бедных... Вообще, это вот много скоростных дорожек. Обычно инфляция для богатых выше. Обычно. В обычной ситуации. Почему? Потому что товаров для богатых мало. Сумочки Луи Виттон очень быстро дорожают. Вот реально. Я когда-то покупал себе сумочку Луи Виттон, потом думаю, дай-ка обновлю. Потом, когда посмотрел, что она в два раза подорожала, что-то меня жаба задавила. Думаю, лучше я что-то более полезное куплю. Поэтому вот этот год не только для богатых инфляция, но и для бедных. И реально, конечно, она выше. То есть в Украине инфляция, мы выйдем в этом году официально процентов на 10. В США будет процентов 6. Представляете, какая стабильная Америка. Стабильный доллар. И 6 процентов официально. Потому что сейчас у них выше даже. Но реальная инфляция, я думаю, что в Украине процентов до 20, а в США выше 10. Но это реальная для среднего класса, скажем так. Для тех, кто не экономит. Потому что инфляция, как ее считают? Вы приходите в магазин, и вот лежит курица, яйца, сыр и так далее. И вы смотрите, что я буду покупать. Украстат говорит, человек должен покупать, например, килограмм сыра, не помню точно норму, но не фантастические, в год, например. Вот в год человеку килограмм сыра. Просто мы же понимаем, есть сыр, а есть сырный продукт. Ну то есть, как бы сыр, но похоже, написано сыр, но не очень. Недозрелый, дешевенький, такое вот что-то непонятное. Украстат же не хороший сыр поставит в расчет. А вот это вот непонятно что. Молоко, хлеб, рыба, белок, курица, и так далее. То есть, есть разного качества продукция. Поэтому, если вы покупаете, хотите покупать качественную продукцию, приходится переплачивать. она дорожает, потому что, если я производитель, я ценю то, что я делаю, я не хочу производить то, такое, чего мне будет стыдно потом. Значит, я покупаю хорошие ингредиенты, на меня работают хорошие люди, а это все стоит дороже. И получается, что инфляция вот для среднего класса, она сейчас наиболее острая. Возможно, поэтому, вот в вашем круге общения, которое вот, интеллигенция, вот, ощущаете, вы же, ну, наверное, не хотите потреблять что-то не то. Вы лучше купите меньше, но качественного. И тут, получается, тоже экономия такая, вот, вроде бы, и не бедствуем. А вот это ощущение, что приходится экономить, оно же нервирует. Ну, вот, ну, как-то не то. Ты вроде как все лежит, как прям, при капитализме, а купить все не получится. Если начнется торможение экономики в следующем году, как это скажется вот напрямую на Украине? Потому что мы же там, что там, занимаем деньги, отдаем внешние долги и так далее. Насколько мы тут будем зависимы? Насколько подорожают деньги и кредиты в Украине тоже? Потому что вот многие жалуются, что нет денег в украинской реальной экономике. Да есть деньги. Правда? Ну вот расскажите о них. Вот расскажите. Просто цирк. Например, самый большой цирк, это принятие госбюджета на 22-й год. Почему цирк? А там заложен прогноз Министерства экономики, который они еще сделали в мае. А сейчас это уже просто вообще другая. МВФ дает прогнозы, в том числе по Украине, в апреле и в октябре. В апреле у них был похожий прогноз. На самом деле, Миниэкономики подсматривают МВФ и подстраиваются. И они с того времени ничего не поменяли. А МВФ повысил прогноз. Ну, многие повысили. То есть, рост добавил или что? Да. То есть, мы на большее вырастим количество? Инфляция. Спасибо инфляции, конечно. Инфляция у нас распухаем. Распухаем, да. Как на бройлерные окорочка, на антибиотики. Ну, знаете, на стимуляторах. Грустное сравнение какое-то. Ну, это факт. Вот так вот мы и растем. Не потому, что у нас отрасли промышленности какие-то. Мы искусственный интеллект создаем, какие-то ноу-хау. У нас очередь иностранных инвесторов стоит. Все хотят. Можно мы проинвестируем в Украину? Нет же этого. Значит, растем на деньгах. Просто на воздухе, на анаболиках. Поэтому разбухли мы на этом всем. И, конечно же, у государства будет опять перевыполнение плана в следующем году. Они в этом году перевыполнили план по доходам. У них жир. Все коррупционеры просто счастливы. У них фейерверк. В этом году будет праздник. Я думаю, все рестораны будут ломиться от чиновников. Вот в следующем году наверняка это повторится. Потому что опять заложен низкий ВВП. Он будет перевыполнен процентов на 10. А значит, у них там прибавится, это в деньгах, ну, миллиарда 4 долларов. Может быть, больше даже. То есть, это приличные деньги. Очень приличные деньги. И поэтому по долгам, расслабьтесь, все будет хорошо в Украине. Эрик, вот вы сказали, что нет у нас инвесторов, которые бы хотели стоять, тут в очередь инвестировать. И вот эта знаменитая фраза «благоприятный инвестиционный климат», она, честно говоря, уже набила оскомину. Вот что это такое, почему в Украину не идут реальные инвестиции? Я не знаю, там, в заводы, во что там еще. В любые, ну, в мое понимание, заводы. Имеется в виду по-настоящему большие, в долгу инвестиции, которые могли бы поменять или помочь поддержать какую-то структуру экономики и так далее. То есть, чтобы мы совершенно не скатились, условно говоря, в аграрный сектор. Хотя, не знаю, может, вы скажете, что это хорошо. Ну, чем разнообразнее экономика, тем лучше. Это базис. Это вам любой квалифицированный экономист скажет. Это касается бизнеса, человека. Всегда иметь лучше несколько источников дохода, чем зависеть от кого-то, от одного. Лучше вот от многих что-то взять. Тарас. Стапа называется «Понесло». Нет, я просто думаю, почему вот в Украину все-таки не идут инвестиции вот в таких вот… Ну, суды… Ну, что только из-за судов? Ну, послушайте, ведь… Ну, защита прав инвесторов… Ну, послушайте, ну, вы же прекрасно лучше меня знаете, как много западных денег идет в разные авторитарные страны, где тоже нет никаких судов, в Россию… В Россию не сильно много идет денег, на самом деле. Ну, это сейчас из-за санкций. А до этого так? Они идут, они покупают… Даже из-за санкций. Облигации, да, покупают. А строят заводы? Нет, сейчас там особо ничего не делают. На самом деле, авторитарный режим – это не сказать, что это плохо. Для инвесторов. Проблема не в этом. Проблема в нестабильности. В отсутствии Украине нужно определиться. Или мы играем по каким-то четким, понятным, установленным правилам. Или у нас продолжается вот этот хаос. Бруление борща в котле. Ну, если мы борщ по-прежнему варим, ну, понятно, тут инвесторов не появится. Никто не хочет быть сваренным заживо. Значит, правил. Ну, а до правил вот как-то не доходит пока. С трудом это все происходит. Очень тяжело. Налоги – это проблема? Налоговое законодательство? Потому что этот год же был отмечен принятием яркого… Для иностранцев нет вообще. Для иностранных инвесторов украинские налоги не проблема. Это проблема для украинского бизнеса. Ну, украинский бизнес тоже, наверное, как-то инвестируют, собственно говоря, в нашем стране. Да, да, инвестируют. Вынужден. Это вынужденная сделка. Представляете, вот вы живете тут, у вас тут дети, вы тут всех знаете, вам тут классно. И у вас предпринимательский такой сверчок в одном месте. Вы не можете не создавать бизнес. Ну, есть такие люди. Их порядка 10% этой планеты – несчастные люди. Они вынуждены создавать бизнес, потому что это их кредо. Вот как вот поэт не может не писать, вот так же и предприниматель не может не делать бизнес. И поэтому вот они сквозь тернии к звездам что-то пытаются создавать, создавать. Их насилуют, их грабят. Они все равно создают. И потом устают, уходят на пенсию, уезжают, умирают. Но появляются новые 10%. И это такое вот бесконечно, бесконечно. Этим, к сожалению, пользуются чиновники. Они осознанно или неосознанно, они знают, что люди все равно будут создавать бизнес, создавать кафешки. Создал кафешку – о, я к тебе в гости прихожу. Что там у тебя новенького и вкусненького? И так далее. Поэтому это просто нужно понимать, что вот оно так. И это, конечно, нехорошо. От этого не вырастет украинская экономика, не взлетит ракетой. Но на свои какие-нибудь тверденькие 3% в год мы можем претендовать смело. Если введем такую легкую систему, а может тяжелую систему протекционизма, поможет или нет украинская? Так проблема же не в закрытии рынка, не в открытии рынка. Не в этом. В чем? В Украине работает, сложно даже сказать сколько, я когда-то считал где-то миллион 300 тысяч чиновников. Миллион 300? Я могу ошибаться. Может быть в эту цифру попали еще случайно чиновники от здравоохранения и чиновники от образования. То есть не врачи нужно же разделять. Есть врачи, а есть чиновники от врачей. Нужно по-честному, конечно, посчитать, по-хорошему посчитать. Может быть еще мертвых душ много. У нас же еще Украина классик. У нас классик написал про мертвые души. Я помню, у пенсионеров у нас в какой-то момент раз так и полтора миллиона исчезло. Вот они были, а потом через год исчезли. И все так тихо промолчали, как бы так и должно быть. Подумали, может, они в Крыму растворились где-то. Нет, не там они растворились. Просто мертвые души. А кто-то получал за это время зарплаты, пенсии. Такой вот у нас бизнес. То есть у нас перегруз явно административным аппаратом. Но с этим сделать что-то очень тяжело, наверное. Не получается. Катерик, ну и, наверное, в завершение нашего с вами разговора нас будут смотреть украинцы. И вот они бы, наверное, о нее вас спрашивают так вот прямо. Ну что, лучше мы будем жить в следующем году, чем в этом. Несмотря на то, что вот ежик в тумане, и то, что по кочкам будем прыгать. Но вот как-то вот хоть немного мы продвинемся куда-то, будем чувствовать улучшение нашей реальной жизни. Я думаю, что мы продолжим богатеть. Мне нравится слово «продолжим богатеть». Это предполагать, что это все время мы богатели просто. Точно номинально. Ну, все-таки объективно. Ну, давайте считать. В среднем украинцы богатеют. Не все. Потому что в среднем. Когда в среднем, то значит кто-то беднеет все-таки, а кто-то богатеет. Но в среднем украинцы богатеют. Могут себе позволить больше товаров и услуг. Вот опять у нас грумеры появились. Всякие салоны и прочее. Но опять воспряли духом. Значит, есть спрос. Значит, есть денюжка. Небольшая, но есть. Поэтому я думаю, что мы все-таки продолжим богатеть. Не будем пессимистами. Вот не будем уже там. Просто самое главное, что нам будет весело в следующем году. Будет много инфоповодов. Будет о чем поговорить. Пригласить вас в студию можно будет не раз, что приятно. И не только меня. Да, будет много очень. Очень много точно будет о чем поговорить. Это будет очень интересный год. Очень увлекательный. Главное быть оптимистом. Потому что оптимистом будет в следующем году легко. Эрик, поскольку вы под новогодней елочкой. У нас сегодня уже у вас там есть бокал шампанского. Может, вы захотите что-то украинцам еще более радостное сказать? 2022 год будет очень привлекательным и увлекательным. И потребуйте от ваших работодателей повышение зарплаты. Найдите повод подойти, намекнуть. А если будут сопротивляться, вы можете обратиться к другому работодателю. Я думаю, что следующий год как раз вам будет давать множество поводов. Не только огорчаться от растущих цен, но и радоваться растущим зарплатам. Поэтому радости вам, терпения. И будьте оптимистами в следующем году. Спасибо. Эрик Наймой был сегодня у нас в студии, за что мы ему очень признательны. И, конечно, мы признатели вам, наши спонсоры на платформе Patreon. А от нашего друга и партнера Медицинского центра призма у нас есть небольшой подарочный сертификат для вас, Эрик. Возьмите, пожалуйста. И еще от спонсора нашего канала, торговой марки Getman, у нас тоже есть для вас небольшой подарок. Пожалуйста, прошу вас. И, конечно, оставайтесь с нами. Это был Укрлайф ТВ. Мы продолжаем наш марафон. Спасибо. 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 Спасибо.